А я вчера подсуетился все дела сделать, чтобы на это время быть свободным. Я постоянно захожу, смотрю его, через каждые полчаса заглядываю, его нету. Так, я к тому еще это сказал-то, я не им интересуюсь, а вами. Что если будет эта беседа, если он выйдет, вы очень внимательно слушаете. И в каком месте нужно, вставляете вопрос. Не ждите, когда он окончен, или не я. Вы предупредите его, что ведущей являетесь вы. Вы настаивали на этой встрече, и вы подходящие, нужные вопросы. А вопросы к тому. Первый, наиважнейший вопрос, это не от Бога. И он должен прекратить об этом говорить. Это самое главное, к этому подойдет. Остальное я поведу. Вы только не давайте, куда попало, выруливайте на одно и то же место. И далее, что ему нужно? Это покаяние и тихая жизнь. Извещать Слово Божие. Апостол Павел, Саввел еще был, он ушел в Аравию, чтобы поднабраться, размыслить, обмозговать все это дело. Куда же я забрел-то? А потом уже явился на бедный. А не так, сегодня обрелся и пошел. Да нет, он три дня слепой сидел. А когда обратился, ушел в Аравию. Его никто не хотел принимать. Это нам пример дается. А здесь так, шел сзади всех, повернул назад, как будто весь строй повернулся. И теперь он задний оказался впереди. И он уже на белом коне. У нас были такие. А ничего у него не меняется. Он с собой не работает. У него никаких данных для этого нет. Я его уже предварительно написал ему. Я сказал ему, чтобы он мне сначала позвонил минут на 15. Я ему расскажу, о чем вы с ним будете разговаривать. То есть, что у вас не благословлять вы его будете, а будете обличать его. Конечно. И для того, чтобы его оттолкнуть. Но я заранее составил, я с такими-то людьми имел дело-то. Они абсолютно беспокоятные. За свою жизнь я видел только одного человека, который отношел вот этого. Одного. Так она покаялась. И теперь, это я имею в виду те, которые лещи, шептухи. Это из одного мешка сатана вывалил. И вот приходят, знают, что она там, ну, дети, родимщик там, что-то разные-разные такие, деревенские. Она в деревне живет. И она видит, на крыльце стоит сатана с рогами, с хвостом, с копытами. А ей говорят, это соседка пришла, тетя Тоня, что ты говоришь? Она сразу падает на колени, плащет и молится, Господи. Я верю, ты простил меня. Но тут сатана снова искушает, отгони его. А она стоит, да просит. Ну, погибает корова там или что-то еще. Она видит сатану. Вот он этого не видит, он этого не знает. Его сатана подцепил на крючке, и как собаку нацепит, бьет по сторонам, с одного забора под другой забор, забор там. А люди найдутся, которые будут одобрять, будут искать его. Но он не видит, кто там за этими людьми стоит. Кто рожи строит, кто рога показывает. Вот это главное, это его душа. А говорить где, что ему, он будет перечислять, что-то плакать, разнеси меня на клочке, он из этого не может выйти, он везде говорит. Это еще одно доказательство, что это не от Бога. Люди, которые боятся солгать, они говорят, Господи, если я где-то солгал, ты меня прости, я не умышляю. А этот, пусть меня Бог там в ад сделает, то другое, это сатана может говорить только так. Верующий, даже не зная за собой ничего, и предположительно, он заранее просит прощения, Господи, я по небрежности, по забывчивости ума, если я забыл это, ты меня прости заранее, владыка, прости. Я не хотел этого. У него этого нет. Он предает себя вечному мущению с сатаною заранее. Хотя все, что говорит, ложь. У него страха Божия нет. Важно то, что он не понимает, что рот лукавый, прелюбодейный чудес ищет. На него и плюют те, кто ищет чудес вот этих. Люди-то не просвещаются, а хлеба и зрелищ приходят посмотреть. Вот это вот иудеи, которые вокруг его, это иудеи. Иудеи требуют чудес. Мне сказали, что порядка 8 числа ответ будет шенгенский. Если шенген откроет, все остальное у нас идет по графику. А с Англией там препятствий тоже никаких нет. Поэтому, как будет. Он устраивает встречи, чтобы поехать вместе. Ясно, что для меня Англия это будет уже не Испания. Вот я умом уже там. И вот примерно категория людей известна. Я должен у Бога выпросить, что сказать. Я им не буду говорить о том, что пророчество исполнено, с Христос пришел. Они это знают хорошо. Это баптисты. И самое неповрежденное среди всех, среди нецерковных, это баптисты. Они только отошли от православия. И они сохранили учения в Троицу. Они сохранили Библию без повреждения. Ну, то есть очень много. А от них, которые пошли там адвентисты, они уже все баптистские заблуждения как основу берут. И своих набавили кущих. А от которых и адвентистов, и яговисты, те сохранили все адвентистское и добавили своих еще. Это так и есть. Это и у православных так же. Сохранили Константиновское, а потом осколки византийской, этой гнилой кухни, начали везде применять. За Россию-то православие истинное никогда не приходило. Они его не знают. Разговоришь со священниками, а они православие не знают. А вот вы говорите, что баптисты раньше другими были. А в чем разница сегодняшних баптистов? В любви, с того можно. Я говорю, раньше, когда я обратился в 62-м году, а там были ревностные люди, у них отделенные, которые совет церквей, вначале там, ну, Георгий Винц, тогда были, которые первые, Минаков, это чуть попозже пришел, в Барнаульский-то. Вот Прокофьев был. Ну, Прокофьева они сшибли. Женщину подсунули, ну, и парень пал. Ну, и они его сразу вышибли. Вот. А вот те были, мы собирались, беседовали, в Новосибирске мы были, это в собрании, люди приходят, записывают, сейчас ничего этого нету. А зачем я спасен? Сатана обольстил полностью. Я спасен? А спасен? Зачем мне остальное нужно? Живет, нарушает седьмую заповедь, я ему говорю, ты что делаешь? Ну, жена плачет, а я спасен, Господь сказал, мы окажу, но милости в боении от Него. Он берет 88-й псалом, 33-й стих. Я говорю, так это об Израиле сказано, да не о тебе. А обетование Израиля все на нас сбывается. У него покаяния нет ничего, сегодняшняя такая молодежь, они не могут ни слушать, ни считать, ни вопросы задавать, ничего нету. Обощение страшное. Это не те баптисты, которые были. Те стремились там где-то на помощь, на благовестие, это ничего нету. Кукольный театр у нас по краю развозят куклы, играют куклы. Ну, даже пускай персонажи библейские будут, но это куклы. И они не знают, он даже фотографию ставит, с женой обкапает ее, и в таком виде фотография стоит. Даже в Бирске люди и то неприятно смотреть. Ты смотри, как у мусульман. Он вот так стоит, и жена у него там, я не знаю, всегда ли она с левой стороны, она его держит. Так должно быть. Они даже этого не понимают. Я говорю, а кто библию-то перевел? Ничего не знают молодежь. Кто ее перевел на русский-то язык-то? Не знают. А кто канон составил-то? Канон-то кто? Ивангелы-то было около 20, а они 4. Ничего не знают. Я маленько боком с ними теперь сообщаюсь. И неинтересно. Адвентисты еще занимаются. Но тоже я с ними не встречаюсь краем. Бабтисты другие, абсолютно другие. Вот видео у вас было там в шатре, эти жующие. Это кто? Бабтисты или пятидесятники? Кто это такие? Это новая какая-то жизнь. Это совершенно не бабтисты, это богатоли было. Они жуются всех, и наркоманов, и все это они со стаканчиками ходят, и жуют, и жуют. Я написал, жующие сектанты. Они громадная, такая громовая музыка, чтобы они не понимали, что лишь бы барабанило. У нас был священник один, он в машине авария отгорел. Это настоящий проповедник, Божья милость, Александр Пивоваров. Мы у него учились на священника, три брата одновременно. Он крестил отца Геннадия Фаста. И он говорит, ты выключи, как Солженец, он говорит, это глусавое радио на кухне. Сатане не важно, слушаешь ты. Нет, он сидит на приемнике и ногами колотит по нему. Главное, что ты не молишься. Вот для чего это нужно. Я убежден в этом. И телевидение. Да у меня вклещено, я не смотрю. Ты убери его. Ты не смотришь его. Ты, если хочешь, чтобы в это время было у тебя, ну, допустим, вот вы поставили про Путина, я еще не понял. Видимо, не о Путине, а о других посмотреть ролики. Я посмотрел уже сегодня. О газе там, газ где-то. Газ Украине, я молюсь. Газ Украине, Украина отрубила. Ну, это не... На сегодня так, завтра по-другому. Это все... Путин... Путин отгонал Украине, больше не будет поставлять газ. Ну, это сегодня сказал, завтра по-другому будет. Это в один день меняется. В Беларуси какие отношения год назад были? А сегодня Лукашенко говорит, никуда от России, мы только с Россией. Так что у них все запрограммировано, они все из одного мешка. Это вот есть такая книга, 1 августа 1914 года, Николая Николаевича Яковлева. Книга. Ну, там Шульгин пишет, что об этом метали. Это те, которые брали отречения у царя Николая, там где он был. Могилевый дед. Я, говорит, они там сражаются на трибунах, бьют друг друга смертельные враги, там слушать нечего. А я бежу, говорит, они в ресторане сидят вместе, обнимаются друг друга по плечу. То есть у них роль, им отведенная. Они на нижние ступенях, масоны, показал палец, загнул куда, он туда и пойдет. Он, говорит, мы сидим за столом однажды, там только вступил и рассказывает, от масона подошел, там нельзя отходить. Ну, новые люди, там из Англии приехали, из Германии, ну, я не знаю, просижу, голову опустил, сейчас говорят, там о магазе где-то. Лежу, говорит, напротив которого, он вилку взял, вилку на ложку положил, говорит, и лезвие направлено туда. Я, говорит, даже вздрогнул. Я сразу на него взглянул, и он еще раз вилку повернул, ого, так у него степень на 33, последняя, да, у меня только пятая. Я сразу склонил голову, готов слушаться, убить или помиловать. Что скажешь? Он ложку повернул, в другую сторону. С этим у нас хорошее отношение. Он ложкой крутит на столе, а сам отвернулся, он уже видит, где ложка-то. Вот, как дело-то. А то Путин сказал, что он, он тоже самый, как бы он попал туда. Так что наше дело, я его слушаю, и одновременно молюсь. Вот это единственное, самое достоверное положение, приносящее плоды. Я все время молюсь, все время, не перестану молиться. Разговариваю, вижу, не все вижу, но я знаю, Господи, это от тебя. И главное, для меня в молитве очень разно будет воля твоя. Хлеб наш насущный. А он не дает. Воля такая его. Я под волю это приношу. Избави нас от лукавого. Да будет воля твоя. Избавит или не избавит, это от Бога зависит. Я просил, трежды Павел говорит, а Бог сказал, довольна благодатью моей. Ты слишком много получил. Вот это я выравниваю. А это жало вплоть сутаны. Надо научиться, говорить это, да будет воля твоя, и молитва оптинских старств. Что бы мне не встретилось, благодарю тебя. Какое бы ни было известие, благодарю тебя. Я с расположением принимать должен. Да будет воля твоя. Это надо высветить, жирным, другим светом ярким, пьющим, чтобы как на дорогах знаки светились. Что бы ни было, я просил. Так а что, Бог не ответил? Да именно ответил. Он не дал. Не дал это его воля. И теперь к этому я направляю все. Так а может еще быть, и зачем искушать Бога? Я молился, я продолжаю молиться, и Господи, дай мне добрый слух, чтобы дважды услышать сказанное однажды. Вот это жить в контакте с Богом. Люди-то этого не понимают. Он думает, вот вчера звонят, там одни, другое мне. Я уже еду в дороге, еще звонят. У нас там он заболел, там из разных, даже из стран молитвы. Но я молюсь, вы знаете об этом как? Чтобы обязательно вы стали на молитву. Сто поклонов, ты святое. И да будет воля твоя. Мы знаем об этом. Ну давайте молиться. У меня белокровие, там сколько лет она страдает, а звонит священник. Я это тоже уже знаю. Уже знаю. Я молюсь об этом. А уже как Богу, вот я равности, мне должен быть, Богу благодарен за то, что она болеет, за то, что этого товарища у Сергея Нудина зарезали. Я за все должен благодарить Бога. За все. А Еву сказал, неужели за доброе будем, благодарить, а за злою не будем. Ты как одна из безумных жене сказал. Прокляни Бога и умри. Не прокинай тебя благословлять. Даже не по нашим. Даже. Слава Иисусу Христу. Еще нету? Ну тогда не забудь сегодня о почве. что-то отправишь, да? Ну с Богом, ладно. Давай. Тут разговор идет. Это сестра Татьяна Капустина, старшая сестра. Мы вчера тут поменялись, полный канон Андрея Критского. У нас на три ступени считается. Просительное, благодарственное словословие. Чудо Божье. А Бог надо умел написать. Я переписал его тоже самое. Все поклоны. Ничего не меняю. Перевод не делаю. Просто несколько моментов. Я показывал так. На форуме стоит первая срочка, как у нас идет моление. Это не в этот год было. Можете посмотреть. Я сейчас слушал за прошлый год, как вы рассказываете о каноне. Что, откуда взялся канон Андрея Критского, покаянный канон. Да. И даже не знают священники. Архиерея не знают. Понимаете? Архиерея учился. Я учил теорему Пифагора. Я еще могу рассказать. Но формулы Герона это математик не скажет. Я математику любил. Я говорю, ты учился в школе? Что из этого? Ничего нет. Я учился дни. Технику. Изучал те, вот эти машины, строительные. Я ничего не знаю. Сапрамат не знаю. Мне потребовалось только ложить кирпичи, обещи. Ну, общее образование, да, это развитие дает. Ты что кончал? Да я такое. А чем занимаюсь? Ты окурсы выращиваешь? Ну ты же 6 лет учился и окурсы выращиваешь. Сами, с маякраном. А другой тоже кончал только рыборазоваться. Ему одни рыбы нужны. Он кандидатскую защитил. Почему? Клещ съедает чешую у карася. Я говорю, и как? Есть карась подох? Клещ там жует карася, а он защищает кандидатскую, узнает, исследует под микроскоп и ни одного карася не мог спасти. Вот наши знания. Так что мы многое знаем, для применения нужно совсем немного. А в Библии мне требуется все от горки до горки, ежедневно. Вот сегодня считали Сирахова и подзабытое. Володя считает, я говорю, подожди, ты еще считаешь, 43-я, там какая, 47-я глава, дабы в точности исполнять закон. 42-я. 42-я. А меня за это гвоздят, когда я привожу Иисуса Новина, 1-й глава, 8-й стих. Да не отходит книга сия от уст моих. Слух считай, не от глаз, но от уст. Что я говорил, как глухонемые говорят, разговариваю, вот так, как о ларда машу. Так и написано у Сирахова. Да вы в точности выполните предписание Божье. А, вы буквоеды, фарисей. Принимают, такое и есть. Но напротив фарисея только Санухи остался. Вам одна ищейка осталась. Я в магазине с одним разговаривал, вышли, член нашей общины. Ох, Игнатий, ну вы законник. Игорь, я ухватился за слово. Ты уверен, что я законник? Да каково это неизвестно. Так, с сегодняшнего дня ты меня зови не по отчеству, а законник. Не Игнатий Тихонович, а Игнатий законник. Договорились? Он сам смотрит на меня. Но напротив законника только беззаконник. Другого нету разда. Вот ищет, вкладываешь отрицательный смысл. Но Павел, говорит, передает привет Зине законнику. И законник, старство небесно, подобно законнику, которую выносит и старое, и новое. Зачем он научился до обращения после обращения. Но напротив беззаконник. Отныне я буду везде при людях называть тебя Игорь, беззаконник, добавлять. Попятился. А другого нету. Ты сам назначил так. Для меня. Ну ты законником будешь, я буду называть законник. А ты отступник от Бога. Но я не хочу тебя другим именем называть, кроме того, что ты сам на себя взял. Ты беззаконник? Потому что меня прими словом законник я принял. Я приму, что вы сказали. Тут надо еще далеко-то не идти, прислушаться, что твой оппонент говорит. И на то, что он говорит, найти ответ Священного Писания. А вот тут-то надо покрутить шариками. Если Господь благословит говорить вот с этим Александром, ну, слушайте внимательно. Если он будет проводить места Писания, вы как ведущий, да, ранее, вы скажите, скажите, я ведущий, и поэтому любого могу прервать в любой момент. Но твое время на этом не оканчивается, ты продолжишь. Говорить равное время, примерно. И вы, просто очень будьте таким руководителем строгим. И если он привел место Писания, а вы засобнимаетесь, что правильно он его толкует, вы сразу так, Александр, минутку, давай переспросим вашего оппонента или оппонента, а собеседника, так ли понимается. И спросим, а святые отцы как понимают. И какое место Писания в Святой Библии подтверждает, что ты правильно понимаешь. Одни место Писания не делают. Это должно быть два или три свидетеля. Они не миссионеры. Вот в прошлый раз, когда беседовали с ним, это никакой не миссионер. Когда не выдержанный, обзыватель начинает, это не миссионер. Миссионер должен железные нервы иметь, как струны натянутые. Там как вспышка у него должна быть. Он должен найти этот момент и понять, вот здесь я ввожу в этот пролом, проломлю и все. Враг только пятится может, выбрасывает белый флаг. У него нет другого выхода. Он трепещет уже в окопах. Я миссионер. Я выполняю миссию Христа. Борьба идет с дьяволом, и с человеком. Я должен выйти победителем с дьяволом, и с человеком. Человек может не согласиться. Я его не стараюсь подавить, но я его должен показать. Вот здесь тебя, дьявол, поймал, надо вывести тебя. Я бросаю его канат в пропасть. Хватайся, пока не поздно. Я каждую беседу, а это не беседа, а сотни городов поздно. Десять лет жизни. Я стараюсь заново просматривать. Записываемся. Раньше у меня жена конспектировала. Переходя домой, мы собираемся и внимательно заново просматриваем всю беседу. Где более сильное место могло быть взято? Какой оппонент привел место, которое я не взял? И оно действительно показывает, что мы не правы. Это разбор идет. Разбор на несколько дней затянет. А они ничего не знают. Они теряют, что говорил. И поэтому нет обращения. Вот так делал отец Геннадий Фаст, к которому обратились. Это единственный путь. Есть женщина, одна из бывших баптистов. Тоже хочет побеседовать с вами. А я ее не знаю? Нет. Пускай придет. Но она вас знает. Вчера, который в Ростове-на-Дону получил книги, он просил двух экземпляров новой знамет, симфонии неканонические, для слова Божия не оттуда, стихистом православию. И все дошло. Ну я их теперь стал просить сфотографироваться. Это вот сильно понравилось, как Давыдке-то сделал. И тот все прислал. Так для нас, какая радость. А вчера вдруг Сенецкого в Ямала-Ненецкого только запросили книги. Оттуда еще не было. А что ролики? Ролики, ну и все остальное люди слышат, видят. у меня, если Господь благословит, только на один год. Ну и сейчас и мы съездим, на один год остается. Дальше работа будет по мелочи. Да будет ли она еще? Все, запас кончился. Теперь нужно найти или издать стихи, если кто-то найдется средства. Ну, пока они копейки. Так вот. А у меня вот, у меня вот желание такое вот найти на трехтомнике, на спонсора, трехтомники издать. Так он у нас еще есть. Есть еще, да? Да, есть еще. Он переиздан был. А то второе издание идет. Первое было тысяча, все у меня по тысяче. А второе две тысячи. А в истинном православии три тысячи. Тысяча переизданная, для слова Божия нет у нас. Трехтомник, он везде. Вот у меня был, он взялся не другом, это Напанаил, отец Напанаил. Но я думал, это было не так. Ходил один на занятия и все записывал. В то время были кассетки такие, мы называли сухари, вот такие. И он записывал все занятия в университете. Пишет, они вопросов еще не задают. Он просто как профессор в Монте-Карло. Записывал и записывал, а потом говорит, я уже ходить не буду, что-то у него там есть. Но я записал и две коробки вот таких вот. И принес мне даром одного. И тогда мне стали просить теперь оттуда, а как-то у меня вот здесь магнитопон есть, ногой останавливать эту кнопку нажимать. Ногой бережки отерну, она нажмет на кнопку-то. Я многое переписал, 123 беседы только потеряет, они в опубликованных книгах, а это нет. Я говорю, тогда это получится несколько того, как я расстолковываю, даю писание на занятиях. А этот нафаналил-то судников, отец нафаналил, и романах-то. А он говорит, нет, не так. Надо отдельно издать новый завет с толкованием и с комментариями. А это одна из книг, она среди прочих будет просто теряться. Ну, тогда я подумал, думаю, он прав. Ну и дальше, какого цвета, какой крест, это он все делал. И где бы я ни говорил, я это подчеркиваю и благодарен ему. Он взялся в 19-м доме, вот, исследует там сознанием, руководители, там все. Он не ожидал, что я его потерял, выставлю в интернет и выставлю в книги. Я выставил это все. Он не друг. Теперь уехал в Казахстан. Но, в моих словах, он всегда будет тем, кого-то благословит Бог. Он меня многому научил в интернете работать на компьютере. Он у меня спал, вот я на втором этаже, вот здесь вот, надо мной. Инатихич, а лет-то сколько уже прошло, как вы разошлись-то? Сколько лет-то уже прошло? Сколько-то сказать, надо там посмотреть, какое. И что же вы, я даже... Я даже... Что же вы глядите, и никак не примиритесь вы, да? И как примиритесь-то? Его нету даже никак. Я знаю, на чем расход. Он дальше сознался, что он просто был сюда чуть-чуть не заснул. И он только, я, говорит, имел уникальную возможность наблюдать общину изнутри. Он нигде не говорит ни о Боге, ни о Духе Святом, ничего нет. Наблюдение. И все записывал, фиксировал. Он пацаная утка был. Он его не скрывает, он прямо пишет об этом. Там никакой веры нет. Но побудил-то его к этому я. Почему? Он ввел верстку до восьмого тома. А их-то 30 томов-то. Так вот, после этого я еще переиздавал, уже без него. Но верстать-то и проще. Он меня научил-то. У него был чудовищный сон. Я больше в жизни не им дал, чтобы столько спали. Вот мы вместе ложимся. У меня закон такой, кто у меня в это время живет, вставать вовремя. Вот у меня жили девчонки, племянница, еще одна девушка жила. А, нет, на этажах. Комната, даже одна комната была, совершенно одна комната. Она, там подожгли, сгорела там. Общица в институте, там, училище. Заранее договариваемся вставать на молитву вместе. Она говорит, у меня голова болит. Ложись в день. Голова болит, удар когда-то у нее был. Но на молитву вместе. А я не могу. Ну, значит, жили в другом месте. Все на молитву. А после этого помолились, когда она еще ложится, до школы поспит, то есть только успеть позатракать. Это разрешается. Но этот-то здоровый, крепкий, иеромонах, ни семи, никого нет. Он днем ложится, часа на два. И вот мы встанем, он ложится иногда еще на четыре часа. И даже друг какой-то приедет, его друг, он подушку на голову, вот как на уши положит, из-под подушки не вылезет. Ну, какой это монах? Арсений Великий говорит, для монаха одного часа достаточно. Не достаточно, два-три возьми, но за три часа выходить, а то уже ты из монашеского щита выходишь. Чудовищный сон был. В деревне, когда были, опять-то, подавил ищет, где его надо искать. А у меня есть, где у голубей, там специально спальня в отдельном помещении взял, где-то его найти, он уже завалился. Солнце, все работают, на покосе, он никому не пойдет работать. Нет, он спать ляжет. А Рос, метр восемьдесят пять, здоровый, он, тупой такой. Ни в чем не будет слушаться. Вот осень наступила, а он бегает утрами. Перехо, и пошел бежать. Ну, никто же не знает, что он монах-то. Я говорю, воздух холодный, а уже иний, уже лед покрывает это. Не бегай сейчас. А у него было что-то с легкими. Не бегай, ты дышишь. Должна быть щадящая гимнастика. Ну, постой там руками, понаклоняйся. Да, самое главное, гимнастика поклонной. Земля-то. Не тут-то было, на поклоны его нету. Он побежал, приходит, хэ-хэ, напонавил. Это уже признано. Не ходи, не бегай больше. Ну, днем, когда солнце уже пригреет, чтобы положительная была температура, да посынущие, легкие в другом положении, никогда не послушается. Побежал. И теперь он целый год, ха-ха, это уже от туберкулеза идет. Он отмахивается, как от назойливой мухи от меня. Он был здесь духовником черной сотни. Там книги какие мне нравятся, сжигали, вот как книги Осипова и прочее. Он здесь заговорил, он сидел, только молчал, вот это он и говорил. И вот когда 8-й том, 7-й и 8-й, это два тома у меня, где я разбираю 12 книг Дмитрия Ростовского «Во свете Библии», «Жития святых». Этого никто никогда не делал и не сделает. Для этого надо иметь в себе эту смесь, которую Андрей Кураев говорил. И знать Писание, и приверженство быть канонов и житий святых. Я во свете Библии разбираю два тома, 400 вопросов. А там я даже не знаю, 400 или 4, больше вопросов. И он был у меня корректором. Ну, по неволе, он еще не корректором был, а тем, ну, верстку, верстку вел где-то. И там все про монаха. И в этом свете он увидел, что он никто, ни монах, ни спортсмен, ни проповедник, никто. Он защитил Грецию, там уезжал, там в горы где-то. Но тут его так задело, и вот тут к 8-му тому, вы посмотрите, предисловие, он написал, это уже расставание было. И я это поместил, он не ожидал никак такое отрицательное против меня, и я его поместил. Но это не все. Когда кончилась верстка, и хватало счета, я совсем еще не знал. И как раз это была предпасхальная неделя, страстная неделя. И к этому, к нему там, где он работает, у одного, в магазине, туда стали приходить два члена нашей общины. И они что-то там просят помощи у него, там, ну, прям незначительные, то ли молитвы на русском языке, и неплохое просят, или Акафис какой-то. У меня все горит, у меня типография поджимает. Книги требуют, они не закончат, я не могу отдать. У меня еще корректор должен прокорректировать книги, просмотреть хотя бы на один раз-то. А они к нему лезут. Это меня совершенно выбило. У них никакой заботы нет. Отложите на неделе две, куда денется этот отпечаток? Ну, по интернету, не по интернету, а на компьютере, он им там помогал. Я звоню, пожалуйста, отойдите от него. Он должен закончить верстку. Я в это время сказал слова, с которыми связано, может быть, другое все. Я говорю, если вы не уйдете, то ли мне помолиться уже о вас, чтобы вас Бог отвел. я не молился об этом, ничего нет. Но этого достаточно. Оказалось, как будто три головы одним ударом были снесены. Те ушли, сделали с лютыми врагами, и он ушел. Вот это меня сильно испугало. Я теперь пошел и говорю, я не молился об этом, я не говорил этого, я просто сказал, неужели мне помолиться? Слово «неужели» означает предположение всего лишь только, чтобы вы отстали от него. А он вцепился в эти акапицы, сразу мгновенно, три головы снесены были. И мне пришлось самому все дальше делать. Ну, я-то уже был научен где-то, и в это время он стал писать курсовую работу, он в Алтайском государственном университете для чего-то поступил, чтобы где-то преподавать или что-то. И на теологическом, конечно, он дает экзамен, у него какое-то образование было, но я не знаю, что он делает. И он пишет курсовую против нас. 19-й том, он у вас есть, зайдите, посмотрите. Я его курсовую полностью рассматриваю. Там много мест на ней. Он рассматривает на тоталитарность, на подавление сознания, руковожу я сознанием людей. Такую бритню несет, их берет там для рассмотрения все английские какие-то авторы. Ни Библии, ни Бога, ничего его внимания не берет. Если люди где-то обратились, это благодаря тому, что я у них сознание отобрал, то есть совершенно сумасшедшие. И что он здесь был, он ничего не вспоминает. И говорит такие факты. Допустим, была Иннокене, она приняла крещение, ее исключили, потому что она не хотела подчиняться правилам. Но он не говорит, что я был в деревне, а дальше не говорит, что я сказал, рассмотрите ее вопрос сами. И он, член церковно-приходкового совета, он и решал об исключении. Ну, то есть, а не допуске ее. Он, он-то это скрывает. Он свалит на меня, а сам он на собрании, и он как раз и говорил, или ты соблюдаешь все эти правила, или мы не можем тебя членом считать. А когда хочу, приду, когда не приду. То есть, вольным казаком, вольным слушателем, у нас такого, ну, нету такого статуса. Но главное, это он. И он крутит, вертит под тоталитарную секту и, наконец, выводит. Тоталитарная секта полностью подходит на это монастыри православия. Монастыри. А община, где Лапкин, крестовозвиженская, она нет. Она там где-то, ну, там, другие названия подставляет. То есть, а теперь на него уже ссылаться можно свободно. Он исследовал, как специалист, и он специалист самый настоящий. И он ничего не нашел, никакой тоталитарности, ничего нет. Нет. Ну, он имеет авторитет. Ладно, а как не иметь авторитет? Это и понятно. Даже самый, у нас есть враг такой, он слово не может сказать хорошее, но, конечно, собрать общину и чтобы все вот так были, это, 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 я знаю, что сказать. Это очень непросто. Конечно, непросто. Ты в семье порядок не можешь навести. Ты бабу свою не можешь поднять на молитву. А мне не приходится поднимать. Мне окно уже горит. Она утром уже на молитве стоит в 4.40. Вы даже половинке своей ума не можете дать, не говоря про детей, дети хулиганеров. Ты смотри в Писание, собрать общину. ее собирать не в общину. В общину, а ее еще нету. И все это с нуля. Я на чужом основании никогда не строил. Не так, чтобы прийти в другую общину, там, которая руководит, повалить его. У меня нет этого. Я везде на новинке. Если вот вы прочитали про канон Андрея Критского, и там я на три ступени возвожу, и почему он написал канон, то этого никто не говорит нигде. Нету, нету. Вы можете зайти в интернет, нет этого. У меня конкурентов нету. А почему? Хорошо или плохо, я один. Первый парень говорит на деревню, а в деревне дом один. Мне не с кем соревноваться. Если я издаю Новый Завет с комментариями, и с выделением мест от Нового Завета, нет такого нигде. И не худо-бедо за 900 лет. За 900 лет никто этого не придумал. А я не думал, мне и Бог освящает и показывает необходимо. Тот канон покаянный написан для оглашенных. А мы в церкви верные молимся. А для верных ни одного запева нету даже. И когда задаю вопрос, показываю, за все время еще ни один священник, ни один епископ мне не воспрекословил ни одного слова. Почему? Железные доводы. То есть железобетонная бумажка, как профессор говорил, преображаться собачьим сердцем. Дай такую бумажку, вот такая бумажка и есть. Или вот это канон Андрея Кринского 1200 лет. И никто не по силовках вы додумались, а я не думал. Я еще повторяю, у меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетов. Все черновики целые и ни одной поправки нету. Я на счастую не стал. Это не может быть. А это гордость. Ничего я этого не знаю. Я делаю другое дело. Мне пес чистить надо. Вчера Володя у меня внутри, а я по крышам, по крышам залез, сверху прощищаю на веревке грузы. Ёрш называется. Мне некогда этим заниматься, глупостями вашими. Гордость, гордыня, прелесть, пропрели уже с прелестью со своей. Нет этого. И никто этого не скажет. А в чем это выражается? Вы на деле покажите, где я кого-то не принял. Оно обязательно должно подтверждение. Я обжор, значит, как крылов. Мне надо шесть блюд. До дома еще стервяшья уха. А у меня нет этого. Я вместе со всеми питаюсь. Такая же картошка нечищенная. Вы подыскивайтесь. Вы сами узнаете про меня, я вам скажу мои недостатки. Я их лучше знаю. Но вы не обращайтесь, я не улажу по этому. У меня есть главный недостаток молодушия. Я боюсь обидеть товарища, пьящись перед ним, сохраняя его. Молодушие мое. Это у вас молодушие? Да какое молодушие? У вас тут как бисмарк, железная рука, там еще люди говорят. Это ваше слово. Вы просто Игнатия младень. Он кое-что уже читал, смотрел. А приехал, я стал смотреть, это он или не он. Совершенно другой человек. Сколько ласки, сколько внимания. Нет еще этого. Мне Павла говорили, в писаниях он строг, а в личном присутствии вещи незначительные. Во мне это отобразилось. Да, когда пишу письмо или говорю, я по канонам говорю, по писанию. Это сказать, да вы зацепили за ней бреете и бреете, да вы вцепили с нее скобики каждый день. Я твои слова к тебе когда верну, и ты их самых не узнаешь, ты просто говоришь не обдумывая. Вот дело какое. Мы начали говорить о миссионерстве, а сегодня миссионер, миссионер, я беседую, ничего нет миссионерства. Больше всего подходит это тем, которые познали там ту сторону, и оттуда приходящих миссионеров я не знаю. Они под страхом все. Миссионер должен быть абсолютно безразличный, что о нем скажут, что говорит оппонент, поносит его, его это не касается. У него одна задача, быть верным Богу, выполнить миссию, от слова миссия миссионер. У меня миссия, я должен днем и ночью идти к тому, куда меня послали. Мне сказали ледокол, челюсти раздавлен и там люди на льдении. У меня нет другой цели, как только найти людей и вывести оттуда их с льдиной. Вот тут водопьянов и шкалов сгодятся. Люди не понимают даже сами себя, а это главное, познай самого себя. Господь через Павла говорит, исследуйте самих себя, верили вы. Верили вы. Я запомнил анкету на Англию, сейчас переправляют ее. А сколько потратите в Англии? Я пишу нового, ни копейки. В шахтах вы же едете, хоть один день там будете. Меня кормят и поят там, я в друзьях, не буду же картошку там сам вытаскивать. вот мы были в шахтах, мы сами готовили, ни копейки нет. Утром мы чистим картошку, завариваем, но хозяйка бывает иногда, но только с моего разрешения. Я сказал, они берут, она угощает моих товарищей, они говорят, мы без старшего не можем. Она говорит, опять ко мне идет, Игнатий, разрешите, я вот сварила там суп, там рыб, она остается, ну разрешите, там еще что-то. Я не запрещал. Она говорит, она радостная бежит, Игнатий разрешил. Понимаете как? Она поняла, что такое дисциплина. Мы договорились, чтобы не были отравлены, чтобы мы не были в тягость никому. А у нас с собой продуктов, там разных, разных, разных. До десяти, может, и вермишели уезжаем, и все хозяевам скатываем и отдаем. Мы в тягость никому не были никогда. А вы хвалитесь. Еще нельзя сказать, скажу еще, я говорю, я встал полсутки лежал. Вам нравится? Ну, просто на ваши слова-то я обращать не могу внимания. Вы говорите без слова и без смысла. Это считайте тридцать девятую главу Йова. Миссионеры. Если ты миссионер, ты на коленях должен проводить главное время. На коленях. А мы были там, сказали, вы видите, мы беседуем там с сектантами, жующими. Как на одном вопросе они сразу срезались, на другом ты должен быть рожден свыше, это первое. Ты должен в один быть Духом Божьим. Второе. Вот два вопроса. И Библия, и Христос два слова. Они должны все у тебя проникнуть во все поры. Ты должен видеть намного дальше, чем они вопросом задают. Что за этим вопросом кроется? Тебе спать не придется. Ты должен тренировать память свою. А как память тренируется? На молитве. Места писания. Молиться местами писания, как Давид. Господи, восстали враги, они ищут тебя. Он цитирует священное писание, Павел говорит это. А вы не можете молиться-то не умеете. На молитве ты должен забыть очень многое, и многое припомнить. Которые люди бывают рядом, так выходит я и не молился еще. Это сам решает. И начинает исследовать. Я вижу как. Наши собирается всю зиму в трех местах. Ни одного нового человека. Ни одного нет. Они свои. А как же у вас приходили полные залы везде. В аудиторию там 700 человек конференц зал. Бог делает. У убедитесь. Бог делает. на каждое занятие приходил с огромным рюкзаком. Потом два-три брата несут. Для записи я достаю бумагу в типографии отходы. Дома я их сшиваю. Дома я их обрезаю. Обрезаю белыми. Там страниц по 500 большие крупные титани. И все несу университеты раздаю. Целые библиотеки создал пока там был. А вы с чем придете? Да и своя комната должна быть открыто. У которой собирается я говорю вы соседни. Да нет я не могу соседних пригласить. Понимаете тут не выжить его. А у меня чтобы не было сомнений я ключ вообще спрятал в квартире. Ключ и без ключа открыто день и ночь. Я ложусь спать у меня собака. Уходя собакой я занимался. Ко мне приходят бомжи ночевали дома. Вообще даже придумать нельзя. Так фонарить надо. На разных этапах по-разному менять надо себя. У меня равных этапов нет. Сегодня так завтра иначе. Я резко меняю иногда. Не забываю то что там было. Обстановка изменилась. Готовил свержение существующего строя Адоль Шикольгрупер. А у него помощник был РЭМ. И он на этом зациклился когда они первый раз неудачно куч подняли. И он решил законным путем ни как Ленин ни как Сталин. Голосование набирая голоса. А тот на одном месте стоит на революции и говорит ты мастодон динозавр застыл на одном месте. Тактика меняется. И поэтому успех будет. Вчера мы говорили так. Сегодня мы не бросая то показываем. А почему изменилось? Другой епископ сейчас спрашивают где деревня будет а вы будете поглашать? Нет не будем. Каждый год приглашали они презирают. Зачем? У них только одно нас подмять. Но это им не удастся. Мы никогда патриархийными не будем. Никогда. Они должны это принять как есть. При том когда признанимали акт академического общения патриарх Кирилл говорит в этом многообразии в этом как раз пилища православной веры. Никакого многообразия. Они только под себя и только великий господин наш. Я его не называю великим господином. Он для меня не господин патриарх. Я за него молюсь как за патриарх. А это не мой господин. Это ваш господин. А почему? А вы меня спрашиваете не по одиночке. Спрашивайте на собрании. Я уже отвечал в интернете везде почему. И с ним нет надежды получить спасение. Вот почему. А это только одно место. Один динарий мне Бог дал. Но как же людей направляете? Люди этого не знают. И где бы я не проповедовал всех направляю в храм московской патриархии. Храмы и они будут называть его господином. Для них он будет господином. Они для меня вообще не расслышали. Я же не сказал он не может быть господином. Но это в свете Библии должно быть. Где он господин а просто товарищ. Игнарь Ильич а есть такие данные вообще такая информация что когда была вообще зарегистрирована православная церковь за рубежом как организация куда когда в какое время она была зарегистрирована зарегистрирована в органах власти ну первое это лаза Журбенко Одесски его рукоположили приезжал тут Варнава тогда Камский был тогда еще по другому обстановка была ну и постепенно а дальше уже Валентин Русанцев Суздаль а потом наши шесть священнослужителей отошли от Беодосия Умского тут уже и мы это вы зайдите к этому к Якову Кротову священник Кротову заведите Яков Кротов и дальше русская зарубежная церковь там все написано подробно его этого Якова Кротова там не любят там клеймят где-то на Украине я внимательно смотрю а вы зарядите Игнатий Лапкин Яков Кротов вы увидите у него такой как страница выходит с узорщиками как на деньгах где-то а в моем представлении это хороший человек понимает не так что-то где-то ну и что православный батюшка так он другой юрисдик в которой вы относитесь отрицательно а это мне не касается я говорю конкретно о человеке мне так кажется это совестливый человек хороший человек да вас ты не поймешь а тебе зачем меня понимать ты себя не понимаешь я не согласен с тем что он где-то Филаретов поддерживает ну мое несогласие я выразил меня спросили зачем бы я вылазил ему и не нужно это но ты заведи Яков Кротов Игнати Лапкин и тебе интернет выдаст и ты увидишь какой он честный мои беседы у Демитрия Нутко за столом он их высветил отдельно взял не добавив ни одного слова это говорит о чем-то а он может быть к вам не расположен а я этого не знаю даже у меня личного общения с ним не было он мне нравится я больше скажу вот и все да помилуй то Господь и спасет что он получил Царство Небесное он очень активный большой умница возьми Ардов Михаил он мне не друг это хорошие люди но они в другой юрисе да в другой они мне близки по духу они нечестные мы вчера проповедь как раз считали считается житие Марии Египетской а у нас считается проповедь Златоуста мы не затираем это житие которое совершенно не евангельское и говорит почему лицо счастливое у человека почему он радостный а я стою улыбаюсь это про меня проповедь он говорит имейте спокойную совесть у меня нет на земле человека перед которым я бы встретился и по ним ой как я не хотел чтобы он встречался у меня нет таких людей на земле нету я виновен я попросил прощения а если он имеет на меня я снова попрошу прощения я не умышленно это сделал а может быть не сделал но он обвиняет меня мне легче сознательно может быть другим намерением и прочее я всегда счастливый вы мне найдете человека который совершенно разные люди в интернете впервые познакомившись они его говорят более счастливый не с вещами а обо мне наш алтайский генералитет собирается первые лица и рассуждаете сами мне говорят да какой вы счастливый да вы глухой слепой там и беззубый как хотите я счастливый у меня спокойная совесть у меня нет обижен так я положил сыну а кто на меня имеет если имеет я его просил прощения а он не дает прощения это вы мне семью разрушили у меня семья такая он баптист а она стала православная я разрушил но я говорил-то при тебе я не отдельно с ней не говорил я с тобой занимался а жена с кухни иногда забежит и тебя это не коснулось а дети дети пополам старшая дочь теперь матушка священнослужителей младшая дочь диакона жена диакона сын который помогает мне это Виктор вот подъездик в Сибири а он на меня обижается что разрушил семью он хотел быть преседером а вот так как в семье непорядок его выше диакона не поставили это другой фронт я не перетягивал никого я просто свидетельствовал о величии православия о красоте его о целомудрии имея ввиду что не сегодняшняя а вы те самые которые первые да мы те самые я могу сказать но далеко не те по жизни может быть но у нас таких нету чтобы аборт сделал и 40 поклонов этого нету вообще у нас этого нету в разе это портится в разе никто пост не нарушает и никто не один никто не один ты посмотри как люди наши одеты и притом я вчера только на молитве подумал в храме и никого не заставляем вот они кого-то приводят люди наши а можно я приведу у меня сестра приехала вот Лена Политмекина у меня брат приехал Максим можно для мужчины форма одна под поясок и чтобы с собой не было табачного простые условия а он слушает внимательно а у женщин по форме одеты должен быть никаких сережек ни повадок и мы ни за кем не смотрим люди сами их оденут приехали корреспондентки и тоже одна из наших сестер ее там где-ка щекарка она ее мегом переодела она одна из наших к нам приехала секретарь УВД города Барнаула Саша Морозова и она там ездит она такая красивая ее переодели никто не знает как будто начали наши общества и никому не в тягость они этим фотокарточками еще хвалятся смотрите я где была как я выгляжу ей все говорят я никогда не думал что такая красавица нам не надо заставлять приходят и надеют два платка погоди мы никому это не говорим бывает наблюдатели у нас наблюдатели поставили чтобы не больше 10 сантиметров от полу было но они успели отдергнуть себя или что-то мы не смотрим даже за этим они они сами это дело любят как вы могли так зазомпировать людей ну вот сумели зазомпировали вы побудьте здесь представьте себе я у меня в суд был который потеряет геннадий Петрович подполковник милиции и всякие клеветы на нас и там пачками письма писал прокуратуру что Игнатий завел обмундирование ну и правда обмундирование есть это особая форма а там вроде эсэсовцы какие-то а я вел занятия в летном высшем авиационном училище много лет и когда его стали расформировать по указу Бориса Николаевича Ельцин сейчас в этом здании передали в лицейско-высший юридический институт какой-то там и когда его расформировали это училище мне списали многое я попросил и списали там допустим 70 кителей кителя это курсант там где-то ну мы пуговки звезды все спилили повезли сдали в прачечную все постирали и дети у меня без погонов конечно погонную какую-то и он это милиционер все написал проверка пришла милиция приехали прокуратура нигде ничего нет в кителях они комарами не прокусывают там ребятичка у меня как солдат и швейки на костре везде он еще не нашел и тогда назначают следователя следователь под властью своего прокурора и они начинают тормозить не шаг я обратился к прокурору края по раскун это генерал-лейтенант был Юрий Федорович я говорю так вот делаю ну проверил сразу следователь убрал прокурора убрал прокурора вообще убрали о так у вас лапа такая вы везде все захватили мне говорят другую назначили она психолог и она говорит мне нужно было посмотреть на ваших этого я говорю да у нас собрание два раза в неделю а может мне прийти а почему не замуж а может я сына с тобой возьму он у нас саденок лет 12 и она пришла у нас как раз какой-то день был за стол и она а может я с кем-то с людей побеседую по выбору сама посмотрю и выберу я говорю с любым и вот отобедали я тут слово сказал и она выходит а только спросила моего сына в лагерь возьмет их следователь который направлен против меня ничего подобного она полностью пленена как говорят зазомбировал я уже выходим а я говорю а что же спаси Светлана Николаевна мы же хотели побеседовать а что беседовать одна большая дружная семья психолог одна большая дружная семья так вы зазомбировали ее ну я и прокурора края я зазомбировал и мэра города а мэр города входит в десятку лучших мер в России в ходил и он ко мне приезжает вот этот дом фотографии с ним мы целуемся когда он передает вот эти два дома которые которые я сейчас свяжу это я всех зазомбировал может быть надо проверить вас подходите ко мне ни один зомбировщик не подойдет вчера-то говорит вас используют а вы прослушайте что он вчера говорит я говорю меня нельзя использовать я молюсь Богу я не достигаю а вы используете я не использую я Бога прошу чтобы человек познал Бога если он познал то от Володи на улице там свое мураш муравей забегает а вы давно молились а то он зомбированный зомбированный к Богу не приходит да вы слова зомби-то не знаете я говорю что манкурда окаянная кому-то не интересно со мной а кому-то интересно да да вот так почерк бы счастлив но весь чистую совесть никому не будь должен позару позару углом не задешив щи камень за пазухой не держи это песня так поется про у нас деревня камень за пазухой никто не держит еще бы еще бы зубы не болели и все и тогда рай бы был вообще Бог так делает перед Богом надо не лукавить забывая задние простираясь опять жевал карандаш карандаш обиживал котенок вот как Сергей Чистяков бороду стал растить Сергей Чистяков стал бороду растить да ты что вот я опять же счастливым называют меня счастливым не просто так я говорю какие профессора академики в интернете специалисты и все отвечают именно так вот представьте я его знать не знал Кирилл Серебряницкий посчитайте смотрите Кирилл Серебряницкий знать не знаю и вдруг он выходит на меня уже написанная статья брошюра я пленен был Францией он из одного ну я говорю откуда вы берете то это чтоб при нем был ну да действительно Жан Габен Жана Бальжана играет действительно это потрясло меня и я обратился к Богу стал искать ближе слово Евангелие стало открыто другой пишет почему он сам на французской теме работает и поэтому он мне туда и прилепил ну там еще такого нету ну как писать ну я же писатель ну ладно другой пишет Игнатий с детства видел себя на коне в кольчугах булатный меч сражается я говорю ты откуда там все нагреб ничего этого не видел не знал да я с 5 лет знал было там сеть коммунистов а вот теперь меня на коня посадил я теперь уже с булатным мечом слышу как гремят там на Куликовом в бою а почему а вот книгу пишет такую про то сражение и меня туда и теперь у него здорово получилось да я ему говорю но это не так ну я же писатель ладно это у меня помещено даже книгу и с этого другой делает радиопередачу передача прекрасная ее на конкурс выставили по общесоюзному выступил здесь один место и ГТРК у меня и Киевю брал и тоже сильно им понравился образ что я еще в детстве наконец булатным мечом в кольчуге закованной да еще этого не было а я это уже прочитал в книге до того уже ссылается как-то авторитет ой-ой-ой еще у меня не было но отопстить я хотел да действительно это у меня было и я каюсь проси господи я был беспощаден к себе спать на каком-то полене или только стоя как водить машину я машину водил у меня справка есть и даже все забыто ночами где с кем все узнать подкрасться у меня интересно было женщины попутно сказать мама моя там уйдут ягоды собирать клубника ее собирать по одной ягодке трудно а у нас набирали большие по 15 литров вердра и она на коровыз ягоды несет и еще раз уходит и они ягоды берут ну женщин 5 ягоды берут и все и вдруг ни у кого ведер нет я всех ведра у них отнял спрятал они не видели мама встала девки ведра то куда делись все смотрят ведер нигде нету она Игнаша ты наверное приехал я из школы там порчили был где-то я их ведра собрал там в низинке все прикрыл и они никогда их не найдут я тренировался все время уже узнала что если еще потерялась меня искать надо если где-то в степи они что-то делали подкрасьте с ножом в зубах а Господь видишь куда повел сколько я нырял сколько по деревьям лазил прыгал тарзан сколько обрывался все тело в язвах а Господь это старое и новое навел на свое я благодарю Бога что Господь дал это а люди которые если земля была не засеяна но она плодородная растет крапива будет если крапива растет это плодородная земля она на щеке не будет расти когда ее распашешь она принесет плоды если сам будучи не распаханным приносил плоды для своего синедриона но и обратившись он стал приносить а который был сонный лутония у нас называется лутония то он никакой и обратиться он тоже никакой его надо полностью переродить и поэтому когда бывает человек такой он вот видите у нас как Игорь Думунов он такой и там был воеваем боевитый да он и здесь не будет в стороне сидеть вот так недавно писатель один он журналист 10 с комсомольской правды работал в книге для слова божия нету с конце его три статьи большие он в верстах работал Макаров Сергей Сергеевич позвонил я о вас книгу пишу в Москве а что ж ты там писать то будешь а вот приезжал раза три потеряем типа вера и говорит кремневая такой же брат но помягше это он все заметил что ну написал нужно сказать хорошо видно талантливо ничего не придумал не наврал я его как-то назвал журналюгой в смысле большом он говорит это у нас считается в отрицательном смысле журналюг а я там в лучшем плане вот все записывает на магнитофон и все время пишет и магнитофон у него застыл когда мы в тюрьму шли он везде проникал там где памятник репрессированный зимой он все это написал он застыл у него в руках он тогда карандаш остановись я остановился а я впереди иду подниматься на гору где тюрьма это бывший монастырь казанский вы что сейчас сказали а что я сказал ну вы сейчас что-то сказали про репрессированный я не помню он не двигается с места повтори я должен записать вот это я понимаю журналист а то приехал быхов где Дмитрий Львович этот писатель еще не записывает памятливые евреи действительно так но написал столько чего не было даже совсем а меня это удивляло и нигде ничего не записывает он из песчаников был самый продуктивный это сахаром где с Кириллом где я говорю вот это одеты в стихарь в желтый это у него он с магнитофоном день и ночь со мной рядом был и все на карандаш записывал и на земле алтайска для слова Божия он написал ни к этому слову нельзя придраться почему серьезный человек и талантливый надо все записывать вот я что говорю на это может ссылаться а что не говорил он не говорил значит нам переспросить я же не скрываю а бывает так что вы не отвечаете такого не бывало это ни худо ни бедно я себя 20 лет преподаю в разных университетах и отвечаю на самые провокационные вопросы против меня я их отвечаю и они сохранившиеся в бумажках они помещены в моих книгах так это у вас авторитета никакого не будет а он мне как раз и не нужен еще раз это доказательство отвечая абсолютно на все вопросы ни одного не отвеченного вопроса до 20 лет это что-то стоит не зря на то что в зале сидят у меня в зале аудитории сотрудники КГБ представители краевой администрации кто только не ходил хорошие люди приходят они просятся к нам сюда на богослужение отпустили бороды но приходят через один я говорю у нас порядок такой если мы вам разрешили то в следующий раз проситься к нам не надо но вы уже приходите а если вы не пришли на следующее воскресенье то мы имеем право спросить вас где вы были вы скажете а я ходил в храм московской патриархи вопрос снятый вы скажете я был мусульман вопрос снятый а я ходил к баптистам к кеговистам вопрос снят ты месяц не был а ходил к мусульманам где-то ты ходил я не принуждаю но если ты нигде не был мы предупредили вас еще одно замещание мы запретим к нам приходить какую еще свободу надо а что это за правиль ну ты услышал мы к себе не тянем не зовем но если к нам человек пришел он должен быть другим на нем ответственность воскресный день посвящается Богу а они представители представители как сказать работники администрации нашего района и городской администрации мне люди этим вот как нужны и мы их теряем мы потеряли всех они не стали ходить потом мы встречаемся они у нас такие положительные отзывы у нас правило мы запретили приходить они стали ходить но вы могли как-то уступить не могу правило я не имею права один отменять а что плохого а я поехал на дачу меня жена попросила вопрос снятый ну а ты спал телевизор смотрел вот это не положено ты уже слышал много ты думаешь что я говорю я его тяну не к себе а ко Христу у него ответственность в воскресный день я же заранее предупредил если мы вам разрешили к нам приходить на вас ложить соответственность к нам попасть очень трудно мне дряк пишет Сергей представитель журналистов попасть в отряд космонавтов легче чем к Игнатию Лапнину мы никого не тянем к себе никого найдите хоть одну общую православную где к себе бы не звали не только не звали а запрещено звать так вы тогда будете да никакие мы не будем мы исчезающие к нам приходит только тот который просится мы его проверяем и тогда он ходит просится еще в писанном виде писать заявление у вас правила такие жестокие как исчезающие можно сказать у вас уже нет отростков отростков уже нет мы во всем по всему миру имеем людей которые это слышат и видят я еще раз говорю мы не ищем своего мы ищем людей для Господа а я буду ходить к вам мне много нравится а я баптист да вопросов нет будь баптистом но если у тебя возникают вопросы я тебе даже ни одного вопроса не задал ты сам на меня вышел я тебе отвечу так я увидел что у нас неправильно надо твой вопрос но в следующий раз приди с пресс-фитером если ты сомневаешься один больше не приходи сомнение возникло приходи не один более сильного брата возьми чтобы мы не совратили тебя понимаете мы настолько открыты настолько прозрачны настолько бесхитростны что мы даже ищем тот же день и мы никогда не отомщали за себя а как я христианин а как же судили с ними а он не против меня он против общины против веры против деловой репутации они поставили задачу снять нас регистрации уничтожить детский лагерь я обязан встать во все оружие это я и сделал для начальных организаторов детского лагеря свое детище на растерзание не отдам и был подал я попросил извинения сатисфакции называется ответ был отрицательный я подал в суд а какие это гдрк это администрация это университет ивнсдр еврейская организация и все были разгромлены полностью на их стороне ничего не было кроме лжи и желания нас уничтожить я обязан был восстать обязан у меня право есть и это право гарантировано мне канонами церкви я могу судиться даже с епископом если он у меня что-то отнял но только после церковного суда они ничего не знают и поэтому их слова не имеют веса у них желание меня покорить я тоже не против но это делается на открытом полигоне выходите я вас вызываю вас я вызываю вас в патриархии в моей книге я говорю в синодии организуйте какие-то там сенсорские комитеты возьмите туда Дворкина а и вот этот Максим-то Сипоненко когда исследовал написал уже он открыто выставил в трудах Игнатия Лапкина нет ничего ни сельтанского ни еретического а я сейчас гляжу Сергий Додин проводит занятие трехтонник в руках у него перед народом трехтонник я бежу я говорю кто может не мог закладка появится мы бежу желтая закладка на первый дом ну нравится пожалуйста я ухожу оставляя след след вот я который оформляет нам здесь по визе работает я без награды не оставлю не сказал вот этого были которые наушники сделал я пришел уже когда получать уже с награды я ухожу оставляю глубокий след я его буду вести за собой и иногда мне эти люди звонят один из примеров я рассказывал когда была тема и городская администрация собрала всех религиозных деятелей там протестерский состав университет об экстремизме тогда что-то сильно так трясло взрывы в метро и проще ну и я получаю приглашение ко мне на дом приехали из городской администрации а передо мной я уже знаю что сказать а передо мной выступил один профессор завкафедры Сорокин кажется Виталий Сергеевич или как он Виталий помню звать Сорокин точно доктор юридических наук он выходит говорит то что мне говорить надо я вышел только на него стал ссылаться а при этом я сразу позвонил главному редактору Кремленко в университет я говорю а кто это такой этот профессор он пишет книги про элиту алтайскую какие были исторические где-то я посмотрел действительно так а на него нельзя быть он дал телефон я позвонил я позвонил и говорю скажите а вы выступали как вы могли так сказать а у меня 16 покрытым оком это зря разве он приходит в магазин покупает мои сертифики прописан и он сказал верующий не может быть не экстремист а я это и хотел сказать экстремист человек который совершил с тобой любое дело которое ему поручило а в него вложили самый отрицательный смысл это слово надо освободить от наслоения и он это все говорит что от меня я даже не знаю что мои книги там работают в этом профессоре а он может быть не будет не знаю выходит сейчас недавно священник один он мне не друг но и не враг но был на стороне врагов выступал против меня в суде против и меня которые женщину обижали я на стороне был представитель как адвокат а теперь говорит это же говорит Игнатий лапки на меня ссылаются в положительном смысле а другой совсем никакой да вы все годы для нас были светильником мы на вас ориентир держали понятия не имею значит работа где-то идет у нас есть приверженцы близкие нам но мы никого не звали не знаем так никто не работает задача приобрести и притянуть к себе мы этого не делаем вот мне звонят с разных сторон вот я понял десятину надо платить я не хочу быть вором божим а куда эту десятину платить а одну десятину священства но я хотел бы вам я сказал священнику и вы исповедуетесь а я к вам буду ездить на исповедь священнику тогда разговор другой будет сейчас пока здесь и вашему священнику а я хотел бы это другая десятина вторая третья тавида 1-8 можете давать пять десяти на то ваше дело это я приму приму тогда когда вы десятина уже посвятили для священных служителей не причащаетесь а вот вопрос такой а может быть верующий человек без фанатизма может быть вообще пламенная вера без фанатизма точнее сказать может быть истинный православный то есть ну фанатик не фанатиком своей веры ленин в восемнадцатом году когда обыск произошел в квартире ульянова то один из тех кто охранял жандарм спрашивает а вот говорят фанатик там на Владимира Ильича а что это такое и Мария Ильинична сестра его объясняет человек готовый умереть за свою идею фанат а смертник вот эти подрывают себя шахинки это смертница ты хочешь быть совершенным будь фанатиком в самой последней степени я готов умереть за Христа для меня жизнь Христос и смерть за Христа приобретение не может то святой не позволит этого быть но у людей сегодня фанатик это слепой фанатик он не понимает он бьется вот там его не переубедить почему да вот никогда не приносите покаяния на меня вы просто не знаете меня я очень часто прошу прощения я вчера только просил прощения ну в делах житейских я попросил брата там просит сестра Татьяна книги отсылает а книг дома нет ей надо завести книги чтобы она из дома убрала и шла на почту когда не полном комплекте ну и поэтому я подошел к Игору Дубунову и говорю надо отвезти вот мы набрали пять пачек трехтонник для Слово Божьей нет нос и к Истинному православию ну надо отвезти а в каждой пачке восемь она надолго хватит ей больше ничего не сказал он согласился а потом я говорю Володя ну туда едет нам пешком идти далековато поедем с ним вместе потому что вчера мы у Голубей чистили печку почистили но ему не сказали я ему хотел сказать а он в это время уже там в храме готовится проверяет там канун по кануну он ведущий считающий и он потом мне выговорил ну вы могли мне сказать сразу я машину бы рядом поставил она на 25 метров вот стоит но я не сказал ну проси мрад и он успокоился я не сказал но я хотел сказать ты был недосягаемый ты был в храме там разговаривать нельзя у нас у нас нельзя говорить тем более ты готовился тебя нельзя отвлекать было ты вместо священника был ну как вместо то есть считал вот чтец вот и все я принес покаяние да я виноват да это пустяки на пустяках строится больше кто не экономит копеек он может рубли не накопить так он может быть но только это ни горячий ни холодный теплый а теплый употребляет уподобляет саблевотик изо рта изверху тебя из уст моего я это сказал сидит при зелье я говорю вот сейчас выходил витали я забыл Николай Сергеевич он я говорю сказал об этом что мы экстремисты я фанатик я экстремист последний зимний показал библию я экстремист из библии так меня сфотографировали за кафедрой где я стою снимок я экстремист подписан я говорю а кто не экстремист а президиум вот здесь я говорю это блевотина перед Богом почему изверху тебя из уст моих без совсем президиум при всем собрании я их назвал блевотиной никто не обетился почему а я сразу закрепил местом писания откровение пьяного богослова такое это место я не могу соглашаться с шарлатаном если я искусственный врач который делает там какие-то примочки настойки совершенно даже диагностики никакой не произвел и он никого не вылечит ветеринар я могу ли с ним соглашаться нет конечно так и здесь если я знаю в этом деле я профессор почему я должен соглашаться с неофитом который еще библине просчитал тем более пропитанный сектантскими своими измышлениями я просто обязан это сказать сделать обязан а не то что я нетерпимый чужому мнению еще не бывало прежде чем разговаривать с кем-то я все чужие мнения их литературу всю пересчитал сколько есть регулярно читаю их журналы книги баптистские адвентистские яговистские у меня у меня ягодистские литературы маленькие там башня страж башни я в общине раздаю я считаю ягодистскую литературу а то вообще в уме или нет это я так в уме и нужен ну какой еще кто желает конвентистам идите конвентистам только не один воскресенье такой свободы как у нас я не видал нигде в храм в московской патриархии католикам идут мусульманам мы никого не запрещаем я говорю иди только не один предупреди старшим мы будем молиться мы их под зеленым стукном не держим людей они у нас свободны а враг в это и бьет а вы их закабалили под себя держите он ни разу не был не видел люди у нас расходятся неделю не созванец и я им сознанием его ковожу когда он это репетирует еще вы веришь языком как ты это можешь сказать как я могу на расстоянии до советской власти если бы узнала что я на расстоянии вам буду руководить мозгами да они за меня сейчас по весу золота моего отдали бы родственникам чтобы я сейчас взял в руки я Сынюка там других Арсения Юрия Тимошенко и мозги их на расстоянии запрограммировал и повел бы сюда за нашим газом что вы плетете то сознанием руководить ты своим то не руководишь я встану утром не могу поклониться у меня раньше была главная задача надеть брюки поясница у меня три грыжи я сижу палочки натягиваю штанины чтобы согнуть а по себе это я несколько лет не могу поклоны делать перед вами развалюха но никто этого не знает почему а кому я такой нужен и меня обратно сейчас я их плане слышу и вижу что бог меня поднимает заново из-за развалин а вы этого не знаете о горах вот так пора заканчивать пора заканчивать караулу стал нести службу железняк но все брат давай-то не помни о нас о нашей поездке чтобы бог нас все-таки сделал как ему угодно я в конце добавляю если господи угодно на пути нам или брусы бросить чтобы мы не переехали все да с богом